Продолжение следует... Компанию в Ульяновске им составили губернатор Сергей Морозов и заместитель председателя правительства Андрей Тюрин. Первой точкой, которую посетила делегация, стали воздушные ворота областного центра, аэропорт имени Карамзина в Баратаевке. Гости осмотрели отремонтированное здание аэропорта, зал ожидания, зону контроля и посадки, а затем проехали на саму взлетную полосу. Мы потратили чуть больше 700 миллионов рублей на весь этот аэропортовый комплекс. И плюс Минтранс вложил реконструкцию. Ремонтные работы уже вышли на финишную прямую и должны быть закончены к середине октября. Генподрядчик – московская фирма «Ирмаст Холдинг», которая выиграла госконтракт на полтора миллиарда рублей. В качестве легкого перерыва гости отправились в Головной музей истории гражданской авиации, который, к слову, является одной из крупнейших выставочных площадок под открытым небом. Гражданские военные самолеты, вертолеты и бомбардировщики, тренажеры и макеты. В заказниках музея экспонаты исчисляются тысячами. Вот это вот и есть самая уникальная модификация самолета Ту-95 под названием Ту-116. Это пассажирская версия бомбардировщика. Серийно он не производился вообще. Было построено два экземпляра. От авиационной тематики отходить не стали. И следующей точкой объезда стал Институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева. Гости возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, посвятившим себя авиации и работавшим в тогда еще летном училище. Максим Соколов обратился к курсантам и преподавателям с приветственным словом и поздравлением с Новым учебным годом. В прошлом году семья пилотов нашей страны пополнилась на 800 человек. И более 600 из них были подготовлены именно в стенах Ульяновского института гражданской авиации. Непосредственно здесь, в Ульяновске, более 250 человек. И сегодня гражданская авиация – это ценительно развивающийся сектор транспорта. Это новейшие инновации и технологии, которые, кстати, позволяют в полной мере осуществлять функции пилотов и нашим замечательным делам. Лучшие преподаватели вуза были награждены благодарственными письмами, медалями Петра Губонина и нагрудными знаками «Отличник воздушного транспорта». Далее гости осмотрели тренажерный комплекс, который насчитывает более 100 современных воздушных судов, в том числе самолеты марки «Даймонд» и «Як-18Т», задействованные в первоначальном обучении курсантов. В 2014 году введены в строй новые современные тренажеры таких самолетов, как «Боинг-737», «Ту-204» и «Сухой Суперджет-100». Оборудование позволяет проводить тренировки курсантов и авиаспециалистов по высоким международным стандартам. Далее делегация заехала на президентский мост. Обсудили реализацию проекта по строительству второй очереди моста. Так как объем транспорта с каждым годом растет, на сегодняшний день трафик по этому автомобильному мостовому переходу 14,5 тысяч достигает. Мы два раза в год замеряем для того, чтобы иметь всегда новые данные. Поэтому тренажерский проспект, на который выходит левая сторона моста, он у нас перегружен. Строительство второй очереди предусматривает устройство транспортной развязки с моста на улицу Врача Михайлова, что позволит значительно сократить путь до нового города. Также рассмотрели варианты открытия движения по нижнему ярусу. Завершающей точкой поездки стало посещение промышленной зоны Заволжья. На площадке возле нанотехнологического центра развернулась целая выставка городского и общественного транспорта нового типа. Всего было представлено 30 видов транспорта – электробусы, трамваи, вагоны метро и электропоезда. Продолжение следует...